Друзья, всем привет! И сегодня у нас Siemens S65 Флагман линейки модельного ряда Siemens Телефон был реально очень крутой, но у него была одна большая проблема Он не читал mp3 файлы и музыку мог проигрывать только с внутренней памяти Вот такой вот он флагман, довольно-таки непонятный Единственное, что его отличало от предыдущих моделей, это наличие хорошей Вот здесь вот слот памяти для флешки, нестандартного на то время размера Вот такой вот интересный был телефон 1.3 мегапикселя фотокамера на то время, друзья, это было действительно поистине уникально А дизайн у него, вы только посмотрите, насколько он реально красивый и симпатичный Этот телефон был просто пушка-бомба Если бы вы с таким пришли в свое время в школу, на вас бы определенно молились Причем и даже бы учителя Качелька переключения громкости, друзья, на то время это просто улет был Да, уже, конечно, она использовалась, но в модельных рядах Siemens Это единственный телефон по моей памяти, который поддерживает вот такое вот нестандартное дизайнерское решение Выпущен был всего лишь вот в таком интересном цвете Черный и белый строгий цвет 11 мегабайт, как я уже сказал, в стройной памяти Исключали возможность проигрывания любой качественной музыки Да, конечно, вы могли слушать свои любимые вау форматы миди Но, друзья, давайте быть откровенно честными На 2004 и 2005 год, в то время как раз таки вышел этот мобильный телефон и был популярен Это уже было неинтересно, потому что в тот момент лидировала Nokia со своими Nokia 6230i Вот такие вот, друзья, небольшие моменты из истории про Siemens S65 Всем ностальгии, до новых встреч, пока, пока!